Передвижение без проблем. Чтобы проверить доступность основных учреждений поселка-искателей для людей с ограниченными возможностями здоровья, общество инвалидов провело специальную проверку. Инспекторы с помощью инвалидной коляски попытались беспрепятственно попасть туда, куда люди ходят практически ежедневно. Итог проверки оказался неутешительным. Продолжение следует... Увы, первый объект – администрация Заполярного района оказался абсолютно недоступен людям с ограниченными возможностями здоровья. Пандус есть, а вот убирать его, похоже, некому. Но даже если уберут наледь, дорога колясочника оборвётся на крыльце администрации района. На двери, предположим, когда это ликвидируют наледь, он подъедет, на двери нет даже кнопки вызова. Сам колясочник в дверь войти не сможет. И самое опасное, прошу заснять. Вон тот, вот, нависает. И он как раз падает на панду. Представьте, как это всё может шлёпнуться на колясочника. Похожие проблемы и в искательском отделении многофункционального центра. А полностью будет другое покрытие. Скорее всего, сверху у нас будет навесной козырёк, чтобы не было... Обязательно, обязательно. Но хуже всего дело обстоит со входом в районную поликлинику. К колясочнику и вовсе не заехать в здание. Тяжело попасть на приём к врачам и маломобильным категориям граждан. Скользко, я вот с палочкой такой... Как наверх вы забираете? Так вот, забираюсь с помощью мужа. То есть самому одной лице, наверное, всё-таки недоступно? Нереально. Чтобы хоть как-то облегчить жизнь пациентов, обществом инвалидов предложено соорудить дополнительные поручни на лестнице, которые помогут пожилым и людям с проблемами в опорно-двигательном аппарате более свободно себя чувствовать в единственном районном учреждении здравоохранения, куда на приём к врачу приходят не только жители посёлка Геологов, но и всех населённых пунктов Ненецкого округа.